Провожать из футбола Егора Титова. Пока нам представили арбитров этой встречи. И здесь тоже есть некоторая неожиданность, возможно, для публики. Ну а мы с вами смотрим, как воспитанники школ-интерната номер 4 и номер 24 покидают зеленый газон стадиона в Черкизове. Но покидают они не просто так, они еще не уходят с поляны. И сейчас как раз мы увидим, что на арене появляется Егор Титов. Один из мальчиков повязывает Егору красно-белый шар. И в небо взмывают белые и красные воздушные шары. Ну и разумеется, звучит легендарный финальный отчет. А теперь посмотрите внимание на экран. Дочка Егора Ульяна Титова, эта младшая дочь нашего футболиста, выносит мячик, который будут сегодня играть футболисты. Ну а сам Егор повязывает ей на шею красно-белый спартаковский шарф. Трогательная леттая передача эстафетной палочки поколений. Пусть Ульяне вряд ли суждено стать футболисткой, все-таки немногие представительницы прекрасного пола в нашей стране по-прежнему играют в футбол. Но согласитесь, все-таки это такое знаковое и очень трогательное событие. Представлю вам также арбитров сегодняшней встречи. Помимо главного судья Алексея Николаева, все остальные судьи сегодня прекрасного пола. Яна Мазанова, Евгений Курочкин и четвертый рефери Анастасия Пустовойтова. Тоже неожиданно, но тоже приятно. Ну и давайте быстренько, пока еще не начался матч, ознакомимся с составом киевского «Динамо». Галкиппер Тарас Лукценко номер первый, под шестым номером Юрий Дмитрулин, пятый Владислав Ващук, который играл в том числе и за «Московский Спартак», Сергей Федоров номер третий, Андрей Несмачный двадцать шестой, Виталий Косовский девятый, Александр Хацкевич второй, Юрий Калитвинцев, тоже прекрасно знакомый российскому болельщику. Номер восьмой, Валентин Белькевич десятый, Максим Шацких шестнадцатый.